Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Рекордная сумма – более 107 миллионов рублей – выделена в этом году на ремонт дорог в Анапе и сельских населенных пунктах. Мошенники представляются сотрудниками отдела Роспотребнадзор и других госслужб и вымогают у жертв проверок деньги. Завершение осенних сельхозработ анапские аграрии отметили праздником урожая. Сейчас обо всем подробнее. Беспрецедентная сумма – более 107 миллионов рублей – направлена в этом году на ремонт дорог в Анапе и сельских населенных пунктах. Дорожная техника работала там, где это было необходимо в первую очередь. Приоритет расставляли, учитывая мнение анапчан и заявки глав сельских округов. Улица Миров, станица Анапска меняет облик. Ямы на дороге засыпаны мелкофракционным щебнем. Каток равняет слой за слоем. Жители рядом стоящих домов выходят посмотреть на работу. Гридеристы, указчики, погрузчики ведут подготовку технологической подушки, на которую слой за слоем ляжет асфальт. Все по стандарту и не сантиметром меньше. Работы у нас идут планово. На территории района работают 4 грейдера, 2 катка, 2 погрузчика. Работы выполняются в двух сельских округах. Это в Гостагаевском и в Анапском. До Нового года у нас согласно государственного контракта мы обязаны эти работы выполнить. И в принципе пока работа у нас идут по плану. Если только погода нас не подведет, но мы стараемся сделать на это скидку. Поэтому часть работ стараемся выполнить раньше срока, раньше план графика своего. На ремонт анапских дорог в этом году выделена беспрецедентная сумма. Более 57 миллионов рублей из краевого и 50 миллионов из муниципального бюджета. Консолидированное финансирование позволило включить в план работ не только городские, но и максимальное количество сельских дорог. В первую очередь ремонтировали дороги по обращениям жителей глав сельских округов. Я живу в Анапске уже 17 лет. Вот эти все 17 лет дорог не было. Все было разбито, убито. Одним словом убожище. И хотелось бы выразить большую благодарность за то, что в конце концов и до нас дошла очередь, что мы не будем задыхаться в пыли. Можно будет ездить по-человечью. Ой, это очень хорошо. Ой, это даже приятно смотреть на все. Особое внимание сельским дорогам. Будет отремонтировано 120 участков. Работы идут в Гостогаевском, Виноградном, Джигинском, Витязевском, Первомайском, Приморском и Субсехском сельских округах. Станица Гостогаевская, асфальтовое покрытие на улицах Кубанской, Колхозной и других. Было, конечно, тут лужи стояли огромнейшие. Даже по тротуару не пройдешь. Все время машины нас обдавали водой. А сейчас это сделали, конечно, хорошо все. Станица намного стала и краше. Конечно, все поменялось, естественно, потому что здесь было вообще сколько лет. Я здесь уже работала в школе. У нас все время было вот это вот. Постоянно после дождей просто было невозможно проехать. Не то, что там пройти, но, естественно, нравится. Конечно, все, особенно кто здесь живет, они очень довольны. На улице Кати Соловьяновой также произведен долгожданный ремонт. До конца года на 34 участках дорог будет завершена отсыпка общебнем 80 улиц. На шести улицах будет уложен тротуар общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров. 700 рублей за освобождение от проверок отдела Роспотребнадзор, 2000 за сертификат добросовестного предпринимателя и брошюры с новыми законами. Мошенники представляются сотрудниками отдела Роспотребнадзора и других госслужб и вымогают у жертв проверок деньги. В магазин зашли две женщины, представились сотрудниками Роспотребнадзора и предложили купить свидетельство добросовестного предпринимательства за 2 тысячи. В дальнейшем по квартально оплачивают 700 рублей. У них были какие-то файлики, там папка с документами, но были вложены какие-то бумажки. И определенно в каждой бумажке, я увидела, по 2 тысячи лежали. Кто-то, видать, уже соглашался. Вымогатели и мошенники представляются специалистами отдела Роспотребнадзора, администрации, налоговой инспекции и силовых структур. За свои услуги и откровенное крышевание требуют деньги. В кабинете у предпринимателя Валентины Кириенковой злоумышленники провели около часа. Смотрели документы, изучали все досконально. За что зацепиться, так и не сумели найти. Зато вынудили предпринимателя купить свод федеральных законов за 2 тысячи рублей. Объяснили законы новые, брошюра обязательно пригодится в будущем. Лжепроверяющие не удержались от мелких замечаний. Так проверка выглядит весомей и достоверней. Уголок проверил, у вас не полностью, у нас все полностью, мы 5 лет существуем. У нас претензии не к торговым, у вас нет федеральных законов, сейчас все новое вышло. Покажите все ваши документы, какие есть. Я его провела в офис, показала ему документы. Но именно вот этого обновленного у вас нет, вы обязаны это купить. Надо было мне сразу в торговые позвонить. Я выписал мне квитанцию, взял 2 тысячи рублей. Все составлено грамотно и не подкопаться на квитанциях и сертификатах указано мелким шрифтом. Предприниматель добровольно вступил в некую программу и заплатил членский взнос. Уважаемые предприниматели, будьте внимательны, предупредите своих продавцов. За вас защищает закон о защите прав предпринимателей и юридических лиц при осуществлении контроля. Никакого отношения Роспотребнадзора к данным мероприятиям не имеет. Никогда контрольные органы не взимают плату за проведение контрольных мероприятий. Это первое. Никакие листы, какие-либо сертификаты не освобождают вас от проверок Роспотребнадзора. Проверки в соответствии с законом проводятся или по плану, который утвержден Генеральной прокуратурой и уже в декабре месяце в конце вывешивается на сайт Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, либо же по жалобам и обращениям, которые, возможно, будут на ваш объект. Но эти проверки обязательно идут с уведомлением. Никаких проверочных мероприятий специалисты Роспотребнадзора не проводят непосредственно сразу. И, естественно, никаких денег никогда не взимают и ничего не продают и не предлагают. Предприниматели должны знать. Специалисты просто так с проверкой не приходят и денег при этом за услуги не требуют. А печать липовых корочек сегодня дело пяти минут. Существует закон о защите прав предпринимателей. Если намечены проверки, о них сообщают заранее. При плановой проверке за три дня, а при внеплановой за 24 часа. Дополнительная мера против таких фактов мошенничества предпринимателей и юридических лиц вызывают лично в госучреждение или федеральную службу и вручают уведомления о предстоящей проверке. Если к вам на объект пришли какие-либо организации или люди, будьте внимательны, разберитесь, кто пришел, что пришел и что, как говорится, им от вас нужно. Если они будут представляться сотрудниками Роспотребнадзора, пожалуйста, звоните 3 27 84 немедленно и в прокуратуру, либо в милицию вызывайте. Никакие ООО или частные лица не обеспечивают работу отдела Роспотребнадзор, администрации и других контролирующих ведомств. И тем более не взимают средства за проверку или выявленные нарушения. Предприниматели также не обязаны покупать сертификаты и платить членские взносы общественным организациям, если это, конечно, не входит в планы помощи мошенникам. И к другим темам. В школе номер 11 поселка Супсех открыли стену памяти. И вспомнить страшно и забыть нельзя, посвященную погибшим в Великой Отечественной войне. Братья Лариковы – главные герои памятной стены в Супсехской школе. Заняться поисковой работой ребят подтолкнула директор школы Светлана Амарина. Ученики 11 класса вместе со своим классным руководителем Ольгой Юрковой начали поиски в сети интернет, продолжили в музее Ханапы. В архиве одного из них узнали, что Егор Лариков последние годы жизни провел в Москве. Все три брата родились и проживали в селе Варваровка. У местных жителей школьники узнали, что Семен позже переехал в Станису-Динскую. В январе этого года поисковый отряд связался с редакцией газеты «Трибуна». Нашли человека, который был знаком с Семеном Лариковым. Михаил Снесарев – участник войны, писатель и художник, автор книги «Десант» о подвиге капитана Калинина. В мае ребята ездили в Динскую на встречу с Михаилом Прокопевичем. Художник подарил ученикам три картины. В день открытия стены памяти с Михаилом Снесаревым вышли на прямую связь. Я благодарен поисковому отряду «Исток», что мой скромный труд не пропал даром. И всех поздравляю вас помнить о России. С уважением, Михаил Снесарев. На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали глава администрации Субсехского сельского округа Иван Проченко, заместитель главы Дмитрий Мазуренко, ветеран Великой Отечественной войны, бывший директор школы номер 11 Виктор Мищенко. Из этой стены памятника должен вырасти музей боевой и трудовой славы. И здесь вы, ребята, именно вы обязаны пополнить этот музей. Беседуя с ветеранами Отечественной войны, тружениками тыла, записывать их воспоминания. И все это должно быть отражено в музее. Выпускники хотят, чтобы начатое имя дело было с продолжением. Представителям всех классов вручили на весь год задание по военно-патриотическому воспитанию. Вскоре в Субсехской школе будет создана музейная комната. Ее планируют открыть накануне Дня Победы. Праздником урожая завершились в Анапе все осенние сельхозработы. О том, каким этот год был для агропромышленного комплекса, говорили на торжестве в станице Гостогаевской. И награждали лучших работников отрасли. Подробности большого праздника в сюжете Натальи Измозговой. И малыши, и взрослые жители с любопытством осматривают чудо-машины. Выставка современной техники открыла праздник урожая в станице Гостогаевской. Даже моросящий дождь не помешал праздничному настроению станичников. Пришло посмотреть на выставку. Станица Гостогаевская, если взят, это значимая станица. Здесь более 10 тысяч пахотной земли, гектар. Занимаются десятки дружин сельского хозяйства, фермеры наши. Есть два крупных сельхозтоваропроизводителя на территории. И в пределах двух тысяч домовладений, где-то выращивается сельское хозяйство на продукции. В пасмурный день вместо солнца баночки золотистого меда. Место праздничных шаров – яркие краски, ярмарки привоза. Красные яблоки, оранжевые мандарины, серебристые толстолобики. Постоянные клиенты приходят, уже сколько лет берут, знают все. Гречечный, дико, акацию, в разнотраве. Все происходит, все домашнее. Какую? Картошку, яблоки, гранаты, все. Вот такую рыбку мы выращиваем. Но это все, что осталось, в принципе, разобрали. Был карп красивый, 3-4 килограмма, такие зеркали. Амур был тоже хороший, 3-4 килограмма. Вот толстолобики остались. Как бы рыбка хорошая. Глава Анапы Сергей Сергеев оценил ассортимент районных товаропроизводителей. Кубанское вино рекой, осенние натюрморты, румяная сдоба, выставка и дегустация продукции перерабатывающего комплекса. Хорошие показатели были достигнуты в производстве зернобобовых. Это 54 тысячи тонн зерна мы получили, 12 тысяч тонн винограда мы получили. Налоговое поступление в этом году, 125% к уровню прошлого года на данное число. Это связано и с увеличением розлива, производством виноматериалов. Мы планируем, что до конца года более 1 миллиона декалитров виноматериала будет произведено на территории нашего муниципального образования. В актовом зале уже отстукивают ритмы каблуки танцевальных коллективов. Ярким завершением дня урожая стал праздничный концерт. Для гостей праздника приготовили каравай. Работников агрокомплекса, добившихся наибольших результатов, глава курорта Сергей Сергеев отметил почетными грамотами. Я хочу пожелать нашим анапским сельхозникам, людям, которые работают на земле, руководителям личных подсобных хозяйств, больших урожаях, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем решать проблемы, которые сегодня существуют. Я уверен, что именно в сельском хозяйстве у нас есть огромнейшие резервы, которых нет в других отраслях экономики Анапы. Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю вам крепкого здоровья и хороших успехов на ниве производства сельхозпродукции. С праздником вас! Заместитель министра сельского хозяйства края тоже вручил грамоты и зачитал письменное поздравление от краевого правительства. В этом году мы получили рекордный урожай. 13,5 миллионов тонн. Это всех зерновых, зернобобовых, колоссовых культур. В этом огромном каравае есть и ваш труд. В адрес Аграриев прозвучало много теплых слов. Кто-то унес с собой хорошее настроение, кто-то бутылочку авторского вина, а кто-то четкий план работы на будущий сезон. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В пятницу 21 ноября в Анапе малооблачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха днем плюс 8, 10 градусов, ночью до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова